Здравствуйте. Глава региона Андрей Травников принял решение реализовать в Новосибирской области уникальный кадровый проект. Называется он «Команда региона-2018». Это конкурс управленцев, которые войдут в новый состав резерва управленческих кадров. В качестве кадрового резерва в областном правительстве рассматривают также победителей конкурса «Лидеры России», который прошел в Сочи. Это пять человек. Их можно по праву назвать руководителями нового поколения. Вероятно, их будут привлекать в качестве экспертов к формированию стратегии развития региона. Это отдельная тема. И в нашей студии сегодня заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области, руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы Валентина Дудникова. Валентина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вначале и поведем разговор о вот этом новом конкурсе, который называется «Команда региона-2018». Хотелось бы понимать, что из себя будет представлять эта команда, но это потом, наверное, будет понятно. А вот сейчас, когда конкурс еще не начался, кто может в нем участвовать? Действительно, как вы правильно сказали, Андрей Александрович Стравников на этой неделе дал старт новому кадровому проекту «Команда региона-2018». И буквально с сегодняшнего дня, 6 апреля, начинается прием заявок на участие в этом конкурсе. Кадровый проект, почему он родился и почему он появился, необходимо об этом сказать. Первое – это актуальность, безусловно, актуальность и внимание к этой теме, к теме кадровых социальных проектов. «Лидеры России», как известно, очень интересный проект, который совсем недавно прошел на территории Российской Федерации, и как раз был отмечен высокой активностью наших сограждан, показал высокую активность именно Новосибирской области. Дело в том, что мы стали третьим регионом по числу победителей, которые... Ну, 5 человек, это много. И, безусловно, это все обозначило все то, что, во-первых, сама по себе тема очень интересна и актуальна. Во-вторых, Новосибирская область является именно территорией такого мощного кадрового потенциала, где очень интересные и талантливые люди. Возможно, этому и предшествовала все-таки история нашего региона. Мы были центром Сибири, сосредоточением тех подвижников, которые здесь оседали и профессионально потом себя реализовывали. И в настоящий момент тот результат, который мы показали на федеральном уровне, мне кажется, он очевиден и достоин нашего региона. Второй момент, почему появился этот кадровый проект, это, конечно, ответ на общественное ожидание в секторе государственного муниципального управления, который, безусловно, требует больше открытости, прозрачности и понятности тех вещей, кадровых изменений, возможно, для значений, принципов отбора в кадровые резервы, которые необходимо доносить до наших граждан. И должно быть абсолютно понятно, по каким принципам этот кадровый резерв формируется. Третий момент, это уникальность проекта, связанная с тем, что команда региона, в свою очередь, явилась тоже результатом командной работы. Дело в том, что наш проект, он появился в результате командной работы наших партнеров, уважаемых. Это Сибирский институт управления Ранхикс и ПАО Сбербанк. И в результате этой командной творческой, креативной, наверное, работы появился команда региона 2018. Ну и, наконец, самое главное, это то, что наш кадровый проект, он ориентирован, направлен на человека, на кандидата, который может оценить свои собственные силы, объективно дать оценку своим управленческим компетенциям, которым он обладает. То есть, кто угодно может стать участником? Абсолютно. Ну и понятно, что это должен быть молодой, активный, целеустремленный человек, да? Безусловно, да, вы правы. То есть, это основное. А по поводу, кто может быть участником, на самом деле, все очень просто. Это лицо, достигшее 25-летнего возраста и не достигшее возраста 51 года, то есть от 20 до 50. Любой человек может участвовать в нашем конкурсе. Но плюс еще один критерий, он минимальный. Это критерии обладания управленческого опыта не менее одного года. Причем критерии детально мы не прописывали какие-то, дабы не возводить какие-то административные барьеры. То есть, это может быть и начальник отдела маркетинга, или человек, который возглавляет небольшую структуру в сфере сервиса, например. Но человеку должно быть какое-то представление, как руководить коллективом, как это строится, да? Да, это так. Можно ли сказать, на сколько процентов, что ли, наш кадровый резерв нужно обновить именно молодыми кадрами? Ну, обновление кадрами, это всегда, по-моему, извечная задача. Любой структуры, государственной, коммерческой, абсолютно. Потому что обновление, оно направлено на, безусловно, понимание, осознание результативности. То есть, какой результат команда, условно команда, любого уровня, государственная или коммерческая, она проследует. Поэтому это всегда хорошо. Не зря, значит, хэштегом нашего проекта является «Я в команде. Движение вперед». Поэтому, да, это необходимые моменты для любой структуры и в любой отрасли, так сказать. Сколько нам нужно таких людей? Есть ли какие-то ограничения по конкурсу? Если говорить непосредственно, приходите к конкурсу команды региона 2018, то у нас будет 30 победителей. Число участников мы не знаем, потому что, ну, естественно, все зависит как раз от активности и зависит от того, как себя молодые люди проявят по ходу участия, так сказать, в нашем конкурсе. В зависимости от процедур. Вот интересный очень момент, который, может быть, тоже для себя стоит отметить. Это то, что когда наши участники перейдут к очному этапу прохождения конкурса, этапов их несколько, да, три, условно говоря. Этот человек регистрирует свою заявку на портале госуслуг. Далее он, значит, получает ссылку по этой ссылке, он подгружает видеоинтервью и проходит анкетирование в режиме заполнения биографических данных. Далее он получает ссылку на тестирование заочно. И потом очный этап, это выражено проведение асессмент-сессий, где люди уже очно будут общаться, и их управленческие компетенции будут оценивать профессионалы, оценщики, эксперты, которые, значит, будут участвовать в этом конкурсе. А вот это уже интересно, а кто будет в числе вот этих экспертов, оценщиков? Интересный момент, что вот наши партнеры, когда мы готовили этот конкурс, теоретическая часть этого конкурса, она была за Сибирским институтом управления РАНХИКС. То есть мы говорили о модели компетенции необходимых, необходимое обладание которыми, значит, должны продемонстрировать наши участники. А вот инструментарий кадровый и чар-инструментарий, это у нас в секторе находится ПАО Сбербанка, поэтому и оценщики совершенно независимые, приглашает именно эта организация. Значит, это профессионалы, это психологи, у которых большой опыт по оценке проведения асессмент-центров, и которые занимаются подбором управления персоналом профессионально на профессиональной основе. На любом этапе человек может, ну, его могут, так скажем, отсеять. Или все примут заявки, а потом уже будут смотреть? Нет, заявительный порядок участия в конкурсе, он предусматривается. Понятное дело, что человек, когда подает заявку, он автоматически уже участник конкурса. То есть мы принимаем здесь всех. Ну, элементарно, надо, конечно, анкету только заполнить, это понятно. А далее, конечно, необходимо выполнить условия участия в конкурсе на такие, как видеоинтервью. Понятно, что если человек видеоинтервью не делает, он не проходит следующий этап. Ну, интервью предполагает... Самопрезентация. Самопрезентация. А, это самопрезентация. Да, самопрезентация о собственных достижениях, о своем опыте, где человек может себя продемонстрировать. Далее идет процедура тестирования заочная, ну, она имеет уже оценочный бальный характер. Скажите, когда будут определены победители? Какие перспективы их ждут? Победители определяются в конце мая. Мы подводим итоги. И наши победители по итогам проведения конкурса, первое, это включается в резерв управленческих кадров Новосибирской области. Таким образом, они потенциально становятся кандидатами на рассмотрение руководящих должностей разного уровня. Это и организации могут быть, которые в бюджетной сфере работают. Второй момент. Эти люди получают возможность проходить обучение. То есть наши победители, понимая, что процесс саморазвития, это процесс постоянно, и зона внимания, получают пакет по мини-формату обучения в тренингах, в коучах. И таким образом они продолжают совершенствовать, оттачивать, если хотите, свои управленческие компетенции. Следующий момент, тоже немаловажный, это то, что наши участники будут, наши победители, вернее, будут участниками программы менторинга. То есть ментором, наставником по отношению к ним будут выступать руководители областных смыслных органов, заместители губернатора. В процессе такого общения, это уникальное общение, будет обмен и не только профессиональными знаниями, но и, самое главное, личным опытом. Это, если хотите, мини-история успеха для человека, его корпоративная модель, его вектор развития. И нам кажется это перспективным. И, кстати говоря, именно такой подход тоже используется в рамках «Лидеры России». Там тоже есть наставники, которые официально были определены в Сочи, в тех событиях, о которых вы говорили. Как это будет происходить, если, например, победил в конкурсе человек, который живет в одном из районов нашего региона, наставник, как с ним будет работать, если он находится здесь, в Новосибирске? Точно так же, как работают наставники и с нашими победителями, то есть по «Лидерам России» у нас никто не отменял интернет-ресурсов и видеообщение. На самом деле, тоже достаточно перспективная вещь. Хотя, конечно, нет ничего более лучшего, чем личное общение. Поэтому, на самом деле, область все-таки это не Россия, поэтому приехать и пообщаться лично, прежде всего, на это будет сделан приоритет, и такое общение будет организовано. Но также будет общение и дистанционное тоже. То есть, может быть так, если человек живет в сельской местности, и он довольно-таки успешно себя показал, то ему в перспективе могут предложить какую-то работу, например, здесь, в областном центре? Да, конечно, безусловно, это так. Валентина Анатольевна, как вы считаете, вот хотелось бы понять, лидером все-таки рождаются или становятся? То есть, может человек, который от рождения не обладает задатками лидера, все-таки стать таковым? Неоднозначный вопрос и ответ на него, соответственно. Бывает как? Бывает, что человек от рождения не обладает ярко выраженными лидерскими качествами. Но этот человек социально ориентирован, у него высокая степень коммуникации, и он в течение своей жизни, профессиональной карьеры, роста, общения, он оттачивает эти компетенции и становится весьма успешным менеджером, лидером, то есть человеком, за которым идут люди, идет команда, идет коллектив. А бывает и так, что человек, скажем так, в силу определенных профессиональных знаний, но не обладая коммуникациями и определенным типом, например, меланхолическим типом, у него не совсем это получается. И он в большей степени себя профессионально чувствует в экспертной части. И он это понимает, тоже пройдя путь, может быть, тот, который покажет ему, что его управленческие компетенции и возможности, они, скажем так, ограничены, но зато экспертные возможности и возможности его самопознания в другом направлении, они обширны. Поэтому, наверное, все-таки, возвращаясь к тому, что мы говорили в начале, человек, ну, центр создания для себя, он на себя ориентирован, и это правильно, безусловно, и он определяет, в принципе, по жизни вот эти ориентиры. Но факторов влияния я не исключаю. В наш век достаточно большой информацией в изменяющих условиях таких людей все больше и больше становится. Вы знаете, несколько лет назад как-то часто звучали такие новости, что создан совет ветеранов руководящего состава. Конечно, когда у людей, которые, может быть, там уже на пенсии находятся, богатый руководящий опыт, то, наверное, стоит к ним прислушиваться. Но вот сейчас все-таки все больше говорят о том, что нужны молодые кадры. По-вашему, какими качествами обладает сегодня именно молодой лидер? Вот чего мы ждем от молодежи? Потому что, например, лет 10 назад руководители были одни, потому что обстановка, ситуация, например, в стране была одна или в регионе. А сегодня все поменялось, все иначе. Что требуется сейчас? Сейчас, ну, как я вот говорила ранее, человек живет в сложных условиях, безусловно, и молодой человек живет в сложных условиях. Ориентироваться быстро, видимо. Совершенно верно, да. Мы говорим об условиях, когда в потоках информации, которых очень много, источников информации много, надо, безусловно, ориентироваться. Второе, это, конечно, оперативно реагировать на изменения, которые проходят постоянно. И раньше действительно такого не было. И ни в укладе жизни, ни в темпе, ни в ритме жизни этого, естественно, не было. Третий момент. Тут очень важно, наверное, универсальность подхода. То есть, когда человек обладает знаниями, определенными навыками, умениями, всего понемногу, всего по чуть-чуть, но он ориентируется в этом. Эта универсальность, мне кажется, она его делает универсальным с точки зрения претендования на должности или претендования на успешную карьеру в любой отрасли, абсолютно в любой отрасли и области. Человек тогда, в принципе, по большому счету, молодой человек, прежде всего, он достаточно быстро продвигается. Но при всем при этом он должен обладать качествами самоорганизации, безусловно. Безусловно, он должен понимать, как планировать и свое развитие, и предвижение, и необходимость работы над собой тоже. Это очень важно. И, в принципе, конечно, обладать креативностью, если хотите. Есть у нас такая модель, известная в мире, это 4К, и это по факту является базисной основой. Мне кажется, сейчас для любого молодого человека обладание вот этими 4К, 4-мя компетенциями, оно делает его успешным. Какие это 4 компетенции? Это, конечно же, коммуникативность, это командная работа, то есть умение работать в команде, быть эффективным, это коммуникации, необходимо это делать. И, конечно, критическое мышление, то, о чем мы говорили ранее, это умение работать с информацией, проще говоря. Но вот наши участники, вернее, победители конкурса «Лидеры России» от нашего региона, наверняка они обладают всеми этими качествами. Расскажите, как они показали себя на конкурсе? Наши ребята, можно ими гордиться, безусловно, потому что это очень талантливые, неординарные люди. Они из разных отраслей, представлены отрасли и отрасли медицины, и промышленная отрасль, и отрасли производственная. То есть, в принципе, линейка у нас вся есть. И коммерческий, кстати говоря, сектор тоже представлен, банковская сфера. Средний возраст этих лиц составляет 40 лет. То есть, это люди, которые обладают, с одной стороны, уже багажом, очень серьезным управленческим, с другой стороны, они ориентированы на результаты и эффективность, и совершенно четко понимают цели, к которым они идут. В принципе, не только с победителями, но и с полуфиналистами я с очень многими встречалась лично, и подтверждаю вот эти слова по неординарности этих людей. Итогом этих встреч стало, во-первых, общение с руководителями властно-экспонентных органов на предмет их участия в экспертных площадках различного толка и уровня. Ну, например, в настоящее время, как известно, идет активная экспертная работа. Та самая работа, приоритетом которой обозначил Андрей Александрович Травников, это работа над стратегией социально-экономического развития региона. Стратегия развития региона, 20-30, если можно так кратко говорить. И уже и полуфиналисты, и некоторые лидеры, они участвовали в страт-сессиях по предложениям в эту программу развития, в этот продукт, который будет разработан у нас на территории Новосибирской области. Некоторые лидеры идут самостоятельным проектом, он поддержан областными исполнительными органами. Ну, например, у нас есть такой лидер, как Покушалов Евгений, доктор наук медицинских, возглавляет один из центров Мишалкина. И как врач, как профессионал, он предложил проект, который был поддержан Андреем Александровичем. Это человекоизбережение. Укрупненно, если более узко, это те миры, комплекс мер, которые направлены на уменьшение смертности людей. Сейчас идет активная работа над этим проектом. И Министерство экономического развития совместно с этим представителем лидеров России отрабатывает реализацию этого проекта. Есть проекты, направленные экологически, тоже очень интересные. И они находятся в стадии разработки. То есть, в принципе, возвращаясь к тому, что цель конкурса и лидера России, и нашего конкурса, команды региона, это не устройство на работу, а цель именно саморазвития. Где человек может себя проявить в разных отраслях и областях, в разных форматах. Потому что, выступая экспертом на общественных слушаниях или в страцессии, он себя тоже реализовывает таким вот образом. Поэтому, в принципе, это дает толчугу для развития, его этапа развития в будущем. Можно так ответить на этот вопрос. Да, глава региона Андрей Трамников, он когда встречался с участниками проекта лидеры России, он сказал, что действительно спектр сотрудничества с ними довольно широк. Это от кадровых назначений в нашем регионе до привлечения их, как вы уже сказали, в качестве экспертов. Но это ведь не будет отложено в какой-то долгий ящик. То есть, все уже пошло в работу. Да, конечно. Если говорить о лидерах России, мы сейчас в настоящее время работаем. Некоторые из них назначены. Рассматриваются сейчас назначения в части советников губернатора по отдельным проектам. Некоторые приглашены в проектные офисы, которые в настоящее время работают. Поэтому это уже работает. Другое дело, что некоторые полуфиналисты, я слышала это, и участники, лидеры России, говорили о том, что им не хватило обратной связи. Мы постараемся ликвидировать вот этот вакуум обратной связи в нашем проекте кадровом. В принципе, мы единственный регион, который пошли на этот проект с таким именно проектом. И обратную связь будем давать уже начиная от 15 календарных дней до 30 любому участнику нашего проекта. Это очень важно для его точек роста, для собственной оценки объектива себя. Валентина Анатольевна, скажите, какая сфера нашего региона сегодня наиболее нуждается в обновлении вот такими молодыми, успешными лидерами? Надо сказать, что эта сфера является сферой муниципального управления. Дело в том, что не секрет, что проблема найти кадры в сельской местности. И это касается не только кадры отраслевые, но это касается и кадров сферы муниципального управления. Средний возраст главы муниципального образования у нас составляет порядка 55 лет. И таких людей 60%. Предпенсионный возраст, если это мужчины? В общем, это можно так говорить. У нас много и женщин, и мужчин. Тем не менее, безусловно, вот этот сегмент, вот этот сектор муниципального управления, он нуждается именно в новых подходах и в тех кадрах, о которых мы говорили. Поэтому интересно вернуться к тому вопросу, который вы задавали ранее. А что будет делать человек из сельской местности, который поучаствовал в конкурсе? У него большие перспективы именно на местном уровне. И эти перспективы мы тоже дадим. То есть не оставляя и не покидая человека, на самом деле продолжая коммуникацию уже на территории, которую он представляет. Это действительно важно, когда, вот кажется, ну что такое один человек, да, даже для какого-то районного центра? На самом деле на нем может настолько все держаться. Если вот он активный, целеустремленный, то это ведь новое развитие, новый уровень жизни людей, можно так сказать. Ну безусловно, если возвращаться к этимологии слова лидеры, да, идущие впереди, и за ним, соответственно, идут люди, конечно, на таких людях мир, наверное, держится все правильно. Такие лидеры и люди, которые являются центром сосредоточения вокруг себя, людей, какой-то команды или какой-то общности, они безусловно ценны. И надо сказать, что вот возвращаясь к людям определенного возраста, ну, допустим, и 55, и 60, и 70, и 80 лет, они очень ценны с точки зрения передачи опыта человеческого и вот этого человеческого капитала. И себя они реализовывают на общественных площадках, в различных общественных организациях, как Совет ветеранов или Совет женщин, ну и других общественных организаций, где они, мне кажется, не просто представлены, но и заражают своей энергией, подходом к жизни, отношением к жизни молодых людей. Скажите, помимо вот этих конкурсов, о которых мы сегодня с вами говорили, какие еще подходы используются в нашем регионе для формирования такого качественного кадрового резерва? Ну, необходимо отметить, что Андрей Александрович задал новый тренд, кадровый, новый кадровый тренд, если хотите, так как он сам является представителем этих кадровых изменений. И это новые ориентиры, это новый подход, скажем так, это отход от формального подхода, когда смотрятся и анализируются документы, не видя человека, не оценивая его, не составляя его карьерный лист, не занимаясь им. И в этом смысле происходит и профессиональное выгорание, и в этом смысле непонятно, что дальше с человеком происходит. Переход к подходу именно человека или личностно ориентированного, то есть что демонстрирует наш кадровый проект. Помимо этого проекта нами разрабатываются в настоящее время другие кадровые подходы, кадровые проекты, извините. Эти кадровые проекты, они на разные сферы направлены, но смысл у них один и тот же. Мы говорим о вовлеченности граждан в сектор государственного управления, а вовлеченность, она разная. Самая прямая вовлеченность, это, понятно, прием на работу. А посредная вовлеченность, мы говорили об экспертной работе, но бывает и общественная активная вовлеченность, что более ценно, потому что такие люди, они задают, самое главное, тон настроением, которое есть, и, в общем, тем настроениям, с которым человек трудится, работает, общается. Через них идет движение, дальнейшее развитие. Совершенно верно. Они такой двигатель, такие звездочки на местах. Так и есть. Спасибо вам большое, я желаю вам успехов. Спасибо большое. Это была программа «Отдельная тема». Я Людмила Чуевская. Увидимся.